Выручка 8 миллиардов рублей, средняя зарплата 37 тысяч рублей. Таковы основные показатели шумерлинского комбината автофургонов. Цифры были озвучены во время рабочего визита в Шумерлю главы Чувашии Михаила Игнатьева. В минувшие выходные муниципалитет отметил вековой юбилей. Комбинат автомобильных фургонов – градообразующие предприятия. Оно производит спецавтомобили, прицепную технику, различные мобильные комплексы, всего более 200 видов. В номенклатуре предприятия – изделия, производимые по программе импортозамещения. Среди крупнейших заказчиков Министерство обороны, МЧС и МВД России. Я благодарен прежде всего бенефициарам данного комбината автофургонов, благодарен нанятым менеджерам и благодарен практически трудовому коллективу за эффективный результативный труд, за то, что вы на самом деле делаете, во-первых, свои товары качественно, выкладываете свою душу и по факту на выходе получается, что товары продаются, люди и государственные заказчики отзываются положительно и перспектива у вас очень хорошая. На Кафе работает более тысячи человек, но уже сейчас эта цифра увеличивается. К 85-летию завода открыли новый цех площадью более 8 тысяч квадратных метров и запустили линию по производству осей для прицепной техники. Это позволит предприятию улучшить свои позиции в оборонной отрасли, а также выйти на рынок гражданской техники. Это различная прицепная техника с настройкой народохозяйственного назначения. Это контейнеровозы, это ворочная техника, зерновозы, это какие-то емкости, это могут быть и холодильные установки. Планируем увеличить как количество, так и ассортимент выпусками продукции. Уже сейчас предприятие ведет поставки за рубеж, в частности, в Алжир. В будущем географию расширят. Техника современная, мобильная, автономная. Спрос есть. Выносные рабочие места. Мощно. Видеокамера, защищенная видеоконференц-связь. На бортах стоят разъемы вводные для всего парка средств связи Министерства обороны. Шумерли динамично развивающийся муниципалитет, заметил глава республики. Здесь расширяются производственные площади, строятся новые дома, ремонтируются объекты здравоохранения. Стоматологическая поликлиника приобрела новый облик, сменила фасад. Внутри рентген-кабинет и современное оборудование. Качественную и квалифицированную помощь получат более 40 тысяч человек, в том числе и маломобильное население. Не последнюю роль в обновленном облике города сыграли сами жители, отметил глава Шумерли Сергей Иргунин. Это очень умные, талантливые, порой скромные люди, которым своим человеческим трудом создают благополучие в городе. Город меняется, и это видно. Меняются дворы, они благоустраиваются, строятся дороги, работают градообразующие предприятия. И сегодня с уверенностью можно сказать, что у города большое будущее. Ветераны труда были удостоены памятных медалей Министерства обороны страны, и почетных званий, заслуженный работник промышленности и благодарностей. Завершился день города праздничным концертом. Татьяна Леонтьева, Надежда Яковлева, Расиль Мухаммедов, Республика.